Здрасте! Всем друзья привет уреньки! Мы продолжаем играть золотой колосс и сегодня у нас грустный день. Сегодня идет дождь и он обламывает все планы по уборке урожая. Пока друзья дождь не начался, я успел убрать 8, 9, 10 поле сои и засеял ее обратно там сою. Также уже под дождем мы смогли убрать корни плоды, то есть свеклу с 6, 7 поля и с 5 поля лук. Ну и есть у нас еще созревшие поля, здесь уже воду я спустил даже, но убрать их сейчас не представляется возможным. Дождь закончится только через 7,5 часов. Поэтому все мои красивые планы немножко накрылись, в общем-то сами понимаете чем. Но ладно, в любом случае у нас есть чем позаниматься. Сейчас на часах у нас 7, 29 утра, только что закончилась уборка 5 поля, поэтому можно вызвать туда самолетик. Самолет сломался, идет ремонт. Да вы шутите! Линии не работают на поезде, мы кататься до сих пор не можем. Еще где-то до вечера, до 22 часов вечера у нас заблокирован поезд. Самолет у нас не работает. Идет дождь, мы не можем убирать урожай, это просто, ну, бинго. Ладно. Так, лук у нас приехал, лук высыпается, комбайн поехал заправляться и потом приедет сюда, станет. Тут в общем-то все понятно. Давайте тогда поставим вот этих вот товарищей в работу. Пускай они поедут тогда хотя бы закультивируют это поле, раз его нельзя удобрить. Удобрялки у меня нету, точнее есть, но она под известь. Все не слава богу, все не слава богу сегодня. Так, два работающих орудия со стартовой точки и поле 4-5. Погнал. Да, и ты будешь работать слева. Через пару минут поставим еще одного. Пускай этот немножко уедет. В общем-то, ладно, давайте еще, что у нас происходит, все по порядку. Во-первых, есть у нас контракт на консервированные овощи. Давайте его вот сюда повесим, он у нас будет здесь висеть. Эти самые консервированные овощи мы делали в прошлый раз, завезли на консерванный завод все ингредиенты. И, в общем-то, они у нас сделались. Все, в общем-то, прекрасно. По всему, эти самые консервированные овощи надо со склада забрать и вывезти, продать. Делать это у нас будет вот этот вот товарищ. Ему нужно будет сделать 9 поездок на консервный завод. Склад ты там загружаешься и едешь в порт. Порт бокс номер 8. И возить ты будешь консервированные овощи. Ага, мы не можем сейчас это сделать, потому что завод откроется только в 8 часов. Значит, ждем. Понятно. Ладно. Да, травку я, друзья, покосил. Тут тоже все понятно. Что мы собрали из урожая? Склады ферма. Ну, сои у нас сейчас на данный момент 198 кубов. Пшеница у нас 172 куба есть. Осталось. Плюс у нас еще два поля больших растет. Кукуруза откуда-то давным-давно лежит. Лен давно лежит. И канола давно лежит. Это все мы не делали. Свеклы 860 кубов, как обычно. И 300 кубов лука мы собрали. Что мы будем делать с этим луком? В общем-то, ладно, попозже расскажу. По животным у нас, в принципе, наверное, все нормально здесь. Старых еще нету. Еда у всех есть. Молока вот 102 куба есть. Наверное, друзья, имеет смысл отвезти это все дело на переработку. Сейчас посмотрим. По поводу овчарни. Тут у нас тоже они подрастающие еще. Молоко не пьют, поэтому трогать его не будем. Шерсти много, кстати. Ну, как много? 169 кубов. Возможно, имеет смысл тоже на пряжу все это дело сдать. По идее у них все хорошо, поэтому их мы не трогаем. Далее, птицы ферма. Здесь у нас старых пока нету. Есть молодняк продуктивные и подрастающие. Корма у них хватает. А вот вода у них не пополняется. Возможно, у них сломалась водонапорная вышка. Сейчас мы пойдем посмотрим. По поводу рыбок, друзья. Я съездил еще раз, заполнил первый пруд. И так как он быстрее вырос, то, что не хватало рыбок, она заполнилась во второй пруд. То есть во втором пруде мы сейчас видим вот нашу первую партию, которая выросла уже до 2 кг за рыбину. И из второй партии 3000 штук. Вот они подрастают. Только недавно перевелись. Остальные рыбки пошли сразу на склад рыбы. Рыбного корма, кстати, много. Я даже в третий этот сам черт. Даже в третий пруд закинул 200 кубов. В общем-то, с кормом все прекрасно. По сути дела, рыбок имеет смысл постоянно довозить в первый пруд, когда он освобождается. То есть с этих всех поддонов 46 кубов за полдня вполне себе нормально. Ну а свинарника у нас тупо нет. Погнали посмотрим водонапорную эту вышку на птицеферме. Может она реально уже сломалась? Уведомлений не было. Что, в общем-то, немного странно. Да, я вижу маркер, значит она сломана. Значит, чиним ее еще раз. С каждым разом ремонт будет становиться все дольше и дольше. Но все равно по карману это не сильно бьет. Наверное. Далее, друзья, что у нас на садах. На садах уже цветут наши деревья. И сейчас было бы самое идеальное время выпустить здесь пчелок. Что я, в общем-то, и сделал. Но они не летают, потому что не нравится им дождик. Соответственно, с пчелами у нас тоже косяк. Мед они сейчас не собирают. По поводу заводов. Я допустил небольшую ошибку. Мы собрали кучу моркови. Вот я купил 21 поле в прошлой серии. Здесь была морковка. Я ее всю собрал. Ее получилось прям очень до хрена. И по сути дела, надо было, наверное, линию производства сока запускать именно просто морковь, томаты. А яблоки, вишню и абрикосы оставить на черный день. Но уже поздно. Также 240 кубов сахара было привезено сюда на производство джема. 600 кубов должно в сумме получиться. Ну а как оно там будет на самом деле, хрен его знает. Но, судя по всему, должно четко получиться. С этим заводом понятно. Сахарный завод у нас стоит. Его пришлось починить один раз. Уже то линии произвести точнее. Время вышло. Осталось еще 193 куба сахара. Мы привезли свеклу. Отвезу ее потом. Жмых отсюда я вывез немножко. Продал сколько можно было. Потому что нужны были деньги. Ну и, друзья, что мы дальше будем, в общем-то, делать? Опять-таки, давайте в заводики зайдем. В первую очередь, нас, друзья, еще интересует рыбный цех. Во-первых, да, надо подключить склады. Сахарный завод цепляет. Не будем подключать сахарный завод. Рыбхозные только склады подключим. У нас есть рыба и есть две линии. Линия заморозки рыбы и линия консервирования рыбы. Я, в общем-то, больше как-то целился на рыбные консервы. И для этого нам нужно было привезти туда фасованное масло. Именно для этого я посеял подсолнечник на 19-м поле. Большое поле. Я там посеял подсолнечник, чтобы сделать заказ и привезти туда масло. Ну, в общем-то, рыба у нас еще будет. Можно пока запустить линию вот эту вот по заморозке. Пускай замораживается. Работает завод, кстати, не очень быстро. То есть 15 часов у нас будет вот эта партия. Чуть меньше. Ну, ничего, в общем-то, пускай перерабатывается. Все нормально у нас будет. Возможно, имеет смысл прокачать завод. Просто тут уже этой карьеры осталось совсем недолго. Не очень хочется с этим заморачиваться. Также, друзья, в прошлый день я сделал заказ еще, точнее, запрос, чтобы купить себе мясокомбинат. Но то ли я поздно сделал. Короче, не успели мне прислать ответ. Поэтому ждем восьми утра и будем делать еще один запрос. Единственное, денег может не хватить. Он так-то номинально стоит 2,5 миллиона, даже чуть больше, а у нас столько нету. Я сомневаюсь, что нам его продадут дешевле, чем номинальная стоимость. Хотя такое тоже бывает. Но это правда, когда на продажу выставляют. Можно также, кстати, друзья, еще посчитать, сколько денег нам надо на заказы на производство. Давайте, в общем-то, посчитаем. Если не сильно много, то можно будет даже сразу заказывать. Начнем с молочного завода. А я думаю, что мы просто вот пакетированное молоко, сливочное масло. Привезем туда 100 кубов молока. На выходе получим не очень много. Да, мы все это привозим. 42 тысячи это будет стоить. В принципе, можно отвезти. Давайте зарядим. Есть один час на доставку сырья. Вот здесь вот это повесим. У нас есть специально обученный транспорт для молочка. И может быть даже есть автодрайв, который проложен на загрузку молока здесь. Сейчас мы это увидим. Ты должен вот здесь стоять. Да. Блин, там и маленькие прицепы, трактор медленный. И фиг его знает, успеет он за час все отвезти или не успеет. Ну, ладно уже. Так, в первую очередь нам надо посмотреть, есть ли здесь волшебная точка. О, молоко загрузка. Отлично, это есть. А есть ли у нас на молочном заводе выгрузка молока? Молоко выгрузка есть. Представляете, как прекрасно? То есть коровник молоко загрузка на молочный завод молоко выгрузка. И он доедет, и все будет нормально. Съездить ему надо очень много раз, поэтому даже количество выставлять не будем. Надеюсь, он успеет. Ездить тут, в принципе, не сильно далеко. И перекрестков особо нету. Но трактор не очень быстрый. В любом случае, если не успеем, делаем заказ еще раз. С этим, друзья, понятно. Давайте еще по заводикам пощелкаем, что нам еще надо сделать. Да, как я уже сказал, я хочу купить мясокомбинат. Калькулятор мы сейчас не можем воспользоваться. Я его хочу купить, потому что можно было бы обойтись заказом. Но, увы, мы можем сделать только один заказ, и надо будет ждать. А так можно будет запустить все линии. По-хорошему, можно сделать по 60 кубов того-того-того-того. У нас есть абсолютно все, и даже сои есть. И лук есть. То есть колбасы можно будет нафигачить. Или по 100 кубов, например. Начнем с этого. Единственное, чего у нас нету, это тесто на пельмени. Муки. Поэтому давайте, отталкиваясь от 100 кубов, нам нужно 40 кубов пшеничной фасованной муки. И, в общем-то, давайте, наверное, ее прямо сейчас и закажем. Делается это на мельнице. Кубка пшеничная, нам нужно 40 кубов. 50 кубов пшеницы нужно отвезти. Тоже не сильно много это денег будет стоить. За 3 часа нам быстро это все дело перемелят. Окошко тоже пока вешаем сюда. И погнали отправим какой-нибудь товарища все это дело возить. Хотя, так как у нас сейчас свободно вот это вот дело, можно без проблем отвезти за один раз. По деньгам, скорее всего, придется брать кредит сейчас. 50 кубов ровно мы засыпаем. И везешь ты это, дружище, на мельницу. Мельница-выгрузка. И там разгружаешься. Так, есть у меня подозрение, что молочник наш не может там загрузиться. Сейчас пойдем контролировать. Такое бывает. Я там, по-моему, под фуру точку эту ставил. Просто он стоит, никуда не едет. Да, переехал трохи. Хотя, вообще, должен был. Как бы не так уж и много он переехал. Ну, давайте эту точку поставим вот сюда. Так он должен будет попадать. И дубль два. Блин, целых две минуты вокруг коровника объезжает. Как-то это очень долго. Так, ладно. Пока вот эти вот товарищи у нас катаются, у всех работа есть. Еще 14 минут. Поеду. Еще куплю. В первый пруд рыбки, почему бы и нет. Привезу два прицепчика. Выгружаем наших мальков. Да, приходится по несколько раз это все делать. Урала мы отправляем на садовый центр за рассаду. У него еще работа сегодня, конечно же, такая есть. Ну и по поводу рыбхоза. Животный рыбхоз. 95 тысяч мальков мы еще приторабанили. Корм у них есть. Во втором тоже не сильно много жрут. У корма во втором пруде. Вроде как в третьем много будет есть. То есть полностью забитый вот этот вот пруд. По-моему, полностью забитую кормушку выжирает за сутки. Но это не точно, могу ошибаться. С этим, друзья, понятно. Мельница. Уже привезли туда муку. Точнее пшеницу. Мука уже делается. Есть у меня, правда, сомнение, что мы заказали муку пшеничную, а не муку пшеничную фасованную. Пофиг, если что. Пшеница еще есть. Второй раз потом привезу. Да, склад без старной муки. Черт. И уже не отменить. Ну ладно, ничего страшного. Правда, блин, забрать ее оттуда нечем будет. Ладно, не проблема. Пофигу. Молоко потиху возится, но возится потиху. Скорее всего, придется перезаказывать это все дело. Так что со временем мы об этом узнаем. Ну и 8 утра у нас также, друзья, стрельнуло. Это значит, что, во-первых, мы можем пойти в риелторское агентство и попробовать выкупить мясокомбинет. Есть большая вероятность, что придется, конечно, для этих целей еще и кредит брать. Но что поделать, строение, мясокомбинет. 2 548 у него обычная стоимость, номинальная. Ничего, возьмем кредит. И так как, кстати, 8 утра у нас стрельнуло, у нас также открылся наш консервный завод. Да черт, пролезь же ты там. В связи с этим мы можем отправить нашего трактора, который возит контейнер. Где он? Где-то вот здесь вот он должен стоять. Отвозить овощи по контракту. Так что пускай едет. Бак у него заправлен, все прекрасно. Вот, сколько, друзья, на это все времени? А, еще, да, еще. Есть, друзья, еще одна работенка, которую тоже можно зарядить сразу же. Это, друзья, сахарный завод. Конечно же, что ему простаивать? Его мы тоже запустим. О, привет, Урал. Мы его тоже запустим. Отвезем туда всю свеклу, которая у нас есть. Вот, пускай катается, пускай возит. Вот, на этом, наверное, тогда у нас сейчас все. Ждем ответа от риелтора. Через час поставить... А, можно рассаду купить сразу. Короче, что быстрее произойдет, тогда мы и встретимся. Рассада, рассада, рассада. Где ты? Вот ты. Нам точно нужны будут томаты. И нам точно нужна будет клубника. Поэтому берем томаты и клубнику. В каких пропорциях получилось, не знаю, не важно. Будет как будет. Да, денег совсем мало. Значит, смотрите, у нас сейчас грузовичок возит свеклу, но он пускай возит. Это не самое интересное занятие. Контракт у нас выполняется. Как только он выполнится, мы с вами встретимся. Или же придет ответ от риелтора. Тогда мы с вами тоже встретимся. Ну, или дождь закончится. Но раньше точно ответ придет, потому что дождь не скоро прям закончится. Вот. Короче, встречаемся, когда что-то из этого случится. Блин, пацан, ну ты совсем медленно ездишь. Ни хрена ты не успеешь. Знаете, друзья, я всю производственную мощь нашу отправил, дабы возить и контракт, и свеклу, и все, что только можно. Единственное, молоко и молочный завод я даже не продлевал, потому что там еще на час, а я хочу мотнуть время. Итак, вот этого товарища мы с работы снимаем. У нас осталось немножко лишних овощей, так как с запасом делали. Контракт выполнен, в общем-то все с контрактом хорошо. Далее, друзья, у нас на балансе есть 3 миллиона, но это с учетом того, что я на 500 тысяч взял кредит. Сейчас, так как работы такой вот, которая привязана ко времени, особо нету. Единственное, теплица у нас привязана ко времени, поэтому погнали на теплицы. Я хочу немножко промотать времени и дождаться ответа по поводу нашего мясокомбината, точнее пока что еще не нашего, но я надеюсь, что в будущем нашего. Вообще можно даже открыть меню теплиц, 95%. Хорошо, вот, мотаем немножко времени и ждем ответа. Заводики пока усиленно работают. Правда, сейчас вот теплички созреют, и время мы останавливаем, и этого пацана запускаем опять-таки на посадку. Хотя можно было это вручную сделать, но мне так впадло, вы бы только знали. Поэтому ладно, подождем, что я совсем обленился в последнее время, да? Сады зато поливать не надо, дождик прекрасно все поливает сам. Такс, все, у нас все посажено, почти все посажено, что как-то в разнобой получилось, но ничего страшного. И дальше мы мотаем время, вот этого товарища мы отправляем на парковку. Все, ей давай, и ждем ответа от нашего риэлтора, пока побежали. Так, срочный груз сок, поздно, не успел принять. Кстати, можно было его и принять, но уже ладно. Мы погнали в риэлторское агентство. Долго нет ответа? Мне не нравится, когда долго нет ответа. Мельница, выполнен заказ на производство, хорошо. Первоначально идем к риэлтору, потом все остальное. Во, пришел ответ на запрос, как раз я вовремя сюда пришел. Отлично. Мясокомбинат, смотрим, и 2 956, да, покупаем. Остается 63 тысячи на балансе, это не очень хорошо, потому что нет денег на заказ. Теплицы мы оставляем, значит, делаем заказ опять-таки на молоко, на те же самые 100 кубов, и доставить те же самые 100 кубов. У вас есть один час на доставку сырья, но необходимо доставить вот 56 кубов, которые здесь написаны. Осталось всего 20 тысяч, надо что-то продать, наверное. А может и не надо, пока не будем. Хотя там за амортизацию сейчас все заводы работают, а за амортизацию там спишется нормально так. Так, где-то тут я припарковал товарища, который возит молочко. Во, смотри, тебе, дружище, надо съездить, получается, 7 раз. Так что едь давай. Ты, в принципе, за час сможешь что-то сделать, я в тебе не сомневаюсь. Так же, я знаю, что можно продать. Можно продать муку. Правда, для этого придется взять в аренду прицепчик. Вот этот. Арендовать. Сколько ты, падла, стоишь? Ну, 2000, ладно, терпимо. Берем мана, который у нас возил эти самые овощи. У меня все трактора возят свеклу сейчас в усиленном режиме, все отвозят. Так вот, берем мана, едем, берем прицеп и загружаем муку. Вот обязательно надо было вот так вот перевернуться мне. На головастики часто я переворачиваюсь вот так вот, это нормально. Но ничего, благо я ел кашу по утрам и могу поднять и перевернуть этот ман. Значит, сцепляемся и едем на мельницу. Мука у нас загружается здесь, увы, придется съездить два раза, но ничего страшного. А вопрос еще, куда это можно продать? Обычно это все дело у нас продается на хлебокомбинате. А сейчас что-то, а видимо они только фасованную берут. Черт, ну в порт ехать такое себе. Тем более два раза, ну ладно. Продадим, значит, в порту. Подъезжаем к выгрузке. Что-то оно ее не ловит. Шланг не цепляется. О, подцепился. Здесь не покупают такой товар, как мука пшеничная. Да что ж ты, мать его, говоришь? Мука пшеничная. Порт зерновой. А, порт зерновой склад. Но это как бы и есть. Это фасованная, ну как, такое чувство, что мы ее что, не продадим, что ли, нигде? Такого быть не может. Но здесь и правда не покупают. Я очень сильно сомневаюсь, что она будет вот здесь. Там, где зерно. Что-то непонятно как-то. А, вот здесь, там для масла, точно. Во, вот здесь это все выгружается. Там стоит жидкая цистерна, наверное, да? То есть цистерна для жидкости. Здесь выгружать подсуночное масло. Все правильно. Все понятно. 54 тысячи мы получаем за этот прицепчик. И выгружаем второй прицепчик. 7 кубов всего лишь. Копейки получаем. 84 тысячи на балансе. Этот прицеп можно сдать из аренды. Он нам больше не нужен. Спасибо, дружище. Ты хорошо поработал. А этого пацана отправляем просто на базу. Пускай едет туда. Так, что у нас там успели отвезти по свекле? 114 кубов осталось всего отвезти. Не так много. Давайте вот этого мана перехватим. Блин, а не вовремя мы его перехватили. 114 кубов осталось на складе. В общем-то, два остальных трактора, две поездки. Каждому справятся. Мы же давайте вот этого товарища перехватим. И сделаем еще одну попытку сделать пшеничной фасованной муки. Главное не прогадать сейчас. Главное, чтобы пшеница осталась. Хотя у нас еще два поля с этой самой пшеницей. Вот и ман приехал на базу. Мы вроде как загружали 50 кубов там, да? Сейчас на всякий случай еще раз посчитаем, что нам надо. Ну, по-моему, 50 кубов мы везли тогда. И 40 кубов муки мы с этого получали. Поэтому пока загружаем 50 кубов, но на всякий случай перепроверяем. Это мы хотели на мясокомбинате. Можно калькулятором сейчас посчитать. Линия производства. Линия производства. Фиг его видно, что за она. Но пельмешки. Вот оно. Мы хотели сделать 100 кубов пельменей. Да, 40 кубов пшеничной муки. Еще отруби, кстати, остались. Но это ладно. Пшеничная фасованная мука нам нужна. Чтобы получить 40 кубов, 50 кубов пшеницы нужно отвезти. И опять-таки отруби у нас появятся. 49 тысяч стоит это самое производство. У нас есть один час на доставку сырья. Но все мы прекрасно понимаем, что он успеет за час это все дело туда отвезти. Мельница выгрузка. Давай, друг, погнал. И, в общем-то, у нас производство все будут шуршать. Я тут подумал, что нет никакого смысла ввести шерсть, которая у нас есть, и делать из нее пряжу. Потому что денег мы на этом не заработаем. Просто из-за механики, грубо говоря, это можно сделать. Но, возможно, кстати... Сколько у нас? А, у нас уже 12 часов. Уже открылся. Черт! У нас, как мы вовремя-то успели, однако. Минус 107 тысяч на балансе. У нас везде сейчас затраты на аренду, затраты на амортизацию. Все посписывалось, все это... Ладно. Это все очень грустно. Главное, чтобы топливо у всех было. В частности, у комбайна. А он, вроде, только после заправки, кстати, должен быть, по крайней мере. Так вот, заводы. Ткацкая фабрика, если мы сделаем запрос на пряжу и привезем, ну, предположим, 150-160 кубов шерсти. Во-первых, это будет стоить кучу денег. Хотя не так уж и много, но ладно. И это будет 75 часов делаться. А мы столько играть уже, скорее всего, не будем. Вот, поэтому шерсть мы продадим просто как шерсть. Поэтому, друзья, сейчас у меня заканчиваются вот эти вот все перевозки. Я мотаю время до уборки. И мы с вами встречаемся уже в следующей серии во время уборки. Там мы запустим все заводы. Посмотрим, посчитаем. Уберем все урожаи. В общем-то, разберемся со всем этим делом. Блин, здесь нужна известь, а извести нету. И денег на известь нету. Можно поставить, чтобы на имя это пополняло удобрение в настройках. Тогда просто баланс будет в минус уходить. Но, ладно. Соя тоже известь нужна, но это такое. Это же, кстати, уже, по-моему, третья стадия роста, да? Нет, вторая. Поля у нас созрели. Да, кстати, с риса можно спустить в воду. Примерно в 2 часа дождь закончится. Хотя, сейчас посмотрю, когда точно. Только сперва воду надо спустить отсюда. И отсюда мы тоже сливаем воду. Дождь закончится только через 156 минут. То есть, через 2,5 часа. И, в общем-то, мы с вами встречаемся в 14.30. Будем наводить порядки и готовиться к финалу. На этом, друзья, у меня все. Лайкусики, комментарии, все, как обычно, не забываем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. И вообще, все серии спонсорам огромное спасибо за поддержку в эти нелегкие времена. Вот сегодня, кстати, объявили или вчера, что ютубчик-то теперь не монетизируется нихренашеньки. Поэтому вот эти вот все ролики выкладываются, зная, что я не получу за них ни копейки, скорее всего. Поэтому, да, спонсорам вообще отдельная респектуля. Ну и, в общем-то, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Зилой. Всем пока-ки.